И почему ты еще не на стримах Hellye Play? Итак, булжать! Топ-10 камней Starfield! Лучший обзор! Поехали! Skyrim... Starfield... Это... Знаете, мне нечего сказать про Starfield, кроме того, что это великая игра. Это и правда замечательная игра, значительное достижение игропрома, шаг вперед. Игра, достойная не только Готи, но и попадания в список топ-3 игр десятилетия, и это без иронии. Вы можете со мной не соглашаться, но тогда вы покажете себя абсолютным дурачиной. Все восприятие игровой индустрии, которого построено вокруг какой-нибудь саной доты. И я очень расстроен нынешним положением дел в геймерском сообществе, потому что люди перестали получать удовольствие от игр. Я думал, у нас нет. Их настолько разбаловали, что они уже не знают, чего они хотят, и бесконечно истошно вопят о том, что все плохо. Кстати, если вдруг вам мешают посторонние шумы на фоне, то купите новые наушники, потому что я свою работу выполнил отлично, как и прежде. Starfield увлекла меня больше, чем Baldur's Gate 3, ведь это гениальная игра. Это игра не просто какое-то мясо для жевания. Знаете, всего за 100 баксов тебе дают всего-то навсего целую вселенную для изучения. Это не дота, понимаете, где всего одна карта и все однотипное. Только вдумайтесь, целая вселенная. По ней можно летать, по планетам можно ходить, можно стрелять во врагов. И вот этого целая вселенная, представляете? Эта игра позволяет исполнить детскую наивную мечту, стать настоящим астронавтом, прочувствовать атмосферу пустоты непокоренного и бескрайнего космоса, прогуляться по планетам, к окружению которых не прикасалась рука человека. Все выглядит настолько чужеродным и инопланетным, что даже текстуры это передают. Но эту игру неправомерно хейтят, потому что эту игру модно хейтить. И я как блогер-миллионник решил сделать это видео, чтобы вы поняли, что вам надо думать об этой игре. Извините меня, я создаю видео уже больше 10 лет. У меня огромный опыт в создании одного и того же. И вы должны мне доверять, потому что это видео отбулджать. А вы любите булджать, вы любите прошлые мои видосы. А значит, плохое видео на этом канале просто невозможно. А даже если оно плохое, то вы должны это игнорировать. Ведь дух бульбаша остался. Чтобы понять и полюбить Старфилд, нужен хоть какой-нибудь опыт. Понимаете, как у меня. Не только в доту играть, а хоть еще во что-то. Самое главное, что вам нужно уяснить, запуская Старфилд... Сейчас, извините, попью. Пиздатый ролик у него этот. Самое главное, что вам нужно уяснить, запуская Старфилд, что эта игра огромная, с целой вселенной, где можно гулять по планетам. А значит, контента в ней невероятно много. Куда бы ты ни прилетел, тебя ждет приключение. И пока мы летим к ним... И пока мы к ним летим, я успею 10 раз заказать дебетовую карту. И на каждую из них ты можешь высадиться в мгновении ока. Но сначала тебя ждет минутка спонсора. Компания Юбисофт представляет вашему вниманию Старлинк. Красную игру про бескрайний космос, где вы можете путешествовать по бескрайнему космосу. Бешовное перемещение между планетами, полеты над поверхностью, динамические сражения и куча веселья. Даже Юбисофт доказала, что может делать игру совершенно без загрузок и использовать инновации в виде настоящей модельки звездолета, на которую можно нацепить вооружение и многое другое, и это появится на вашем виртуальном кораблике. Скачивайте где-то там, если игра еще не закрылась. Вот теперь мы можем перейти к самой игре, которая дарит тебе удовольствие от путешествия по космосу. Не, это уже не реклама была. Так же, как наш следующий спонсор. No Man's Sky, где можно путешествовать куда угодно, в любую сторону, совершенно без ограничений, плавно перемещаться из космоса на планету, не выбиваясь из погружения, прилетать над планетой в поисках лучшего места для посадки, чтобы встретить уникальную флору и фауну, столкнуться с враждебной окружающей средой или другими кораблями. И все это с кооперативом. Эта игра получила уже кучу обновлений, поэтому тайны космоса уже ждут вашей разгадки. Переходите в игру и покоряйте звезды. Но ни в коем случае нельзя сравнивать Starfield и No Man's Sky. Во-первых, Starfield намного лучше, чем No Man's Sky. А во-вторых, No Man's Sky это же выживач, а Starfield это RPG, это разные жанры. И я не совсем понимаю, почему все так воняют по поводу того, что 90% планет Starfield не заселены и пусты, а путешествия по космосу выполнены через Fast Travel. Как будто бы вам так хотелось тратить свое время на бессмысленные полеты. Это игра про экшен и постоянные события. Если вам скучно посещать безжизненные планеты и сканировать камни, значит это вы скучные и не умеете себя развлекать. Вы не настоящий астронавт. Вы только посмотрите, как им весело на полностью голой луне. Чем вы хуже? Не хочется вам посещать планеты? Не делайте этого. Все эти сотни планет были добавлены в игру, чтобы вы могли их спокойно игнорировать и обратить внимание на квесты и сюжетные линии. Вы не только сами создаете свое приключение, но и, например, свой собственный корабль или базу. Это очень сложные системы, которые так просто не объяснить, поэтому я попробую пояснить вам нюансы на ручке. Представим, что вот эта вот ручка – это ваш космический корабль. Вы можете снять двигатели, поменять кокпит, вернуть все обратно и нацепить на ваш корабль новые пушки, и у вас получится совершенно новый корабль. Это важно, правда. И вот все те многочисленные плюсы, что я уже выделил про эту игру, дополняются лучшими квестами в истории Бефезды. Да, в это сложно поверить, но, например, если вы вступите в местную гильдию воров, то первым вашим заданием будет принести кофе нужной температуры. Эта мелкая деталь сразу открывает вам суть корпоративной культуры. Исправившись с этим сложным на самом деле заданием, принеся кофе нужной температуры, вас тут же повышают до полевого агента, который должен своровать ценную информацию для корпорации. И вот так вот простым способом сюжетная линия разгоняется, вы воруете информацию и в конечном итоге вы... Блин, а я что тут сценарий не дописал? Да, у меня закончился сценарий. Да, он мне в принципе и не нужен, да. Игра говорит сама за себя. Тут атмосфера, которую никто и никогда повторить не сможет. Понимаю? Это NASA Punk. Полный реализм. Даже машин нет, чтобы вы ощутили, что такое ходить далеко. Возможно, вы до сих пор не считаете Starfield великолепной игрой, потому что я еще не закончил про нее говорить. Потерпите, дайте видео раскрыться. Вы сразу все поймете по окончанию. Тут так много всего крутого, помимо диалогов и ходьбы, что вам снесет башню. Но это трудно показать в одном видео, коротком. Тут нужно чувствовать, понимаете? Я хочу... А хотя, знаете, я вот... Вот сейчас, подожди, let's play. Я высаживаюсь на абсолютно рандомную планету, и я абсолютно уверен, что меня здесь ждет великий контент, который точно убедит вас купить Starfield, и даже не один раз купить. Сейчас. Вот, сейчас. Если вы вдруг захотели перемотать, то не стоит. Вы тогда ничего не поймете и пропустите самое важное. Сейчас, 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 терпим, терпим. О-о-о-о. Ну, да мурашек. Ну, ни одна игра так не может делать. Ну, ни одна игра. Ну, у тебя ощущения, ну... Вот за тем холмом, вот за этим холмом сейчас контент. Смотрите. А, там еще один холм. Сейчас мы на этот камень заберемся, и увидим весь контент, который тут есть. Сейчас, сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Вот. О-о-о-о. Вот в этом тумане контент, явно. Вот, вот там, вот там, ну, явно контент. Там, явно, идем, идем на этот контент, идем. Я же говорил, вот сразу, сразу контент прет, сразу идет. Блядь, вот интересно, а что там на точке, реально? Вот ты высаживаешься на планету, она, нахуй, пустая. Где-то в перде, блядь, за 374 километра находится ивент-поинт, и, собственно, что там? Там, просто надо добежать, просто, и сразу игра раскроется, сразу. Безуси, пиздец, так бегать, да хуя долго. Учитывая, сколько тебе надо. Так, бежать долго нельзя, но, но, это реализм. А, и бежать долго нельзя. Блядь. А где тут автоходьба? А, вот. Так, сейчас я подойду. Так, сейчас я подойду. Так, я ничего не пропустил, да? Так, не перематываем, сейчас контент еще попрет. Ладно, я понимаю, смотреть видео это одно, а играть в эту игру совсем другое. Блядь, скорость еще у персонажа, на самом деле, хуя, я смотрю по тому, как метр приближается. Это набеги еще хоть как-то приближаются, они уменьшаются. Так, что я постарался, чтобы вам было не скучно. Вот. Вот. Не, без шуток, это жесть. Я сейчас даже не к тому, что... Ну, это реально пипец. Я как чел, который любит зачищать точки и так далее, и так далее. Это вообще... Это пиздец. Это пиздец. Старфилд контент. Вот, смотрите, смотрите. Топ-10 камней в Старфилде. Десятое место. Этот камень отличный, и он на десятом месте не потому, что он мне не нравится. Все камни в Старфилде это настоящее золото. Но есть камни золотистые. Например, настоящее золото. Посмотрите, как блестит. Это уверенное девятое место. Этот красавчик на восьмом месте не просто так. Если присмотреться, можно увидеть, как он улыбается. На седьмом месте у нас вот эта вот глыба. Я бы поставил ее на шестое место, но мне ее не сдвинуть. На пятом месте у нас... Этот камень уже был. Этот уже был. Топ-3 лучших камней в Старфилде. Третье место. Зеленый камень. Второе место. Вот этот камень. Планета это тоже камни, между прочим, технически. Так что второе место. Первое место... Не, это такой... Первое место должно быть особенным, согласны? Сейчас, сейчас. Я вот тут где-то видел. Я открою карту. Так, где-то между вот этой полоской и вот этой полоской вроде бы был. Так, сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот, вот он здесь, точно, точно здесь. Блин, кажется, напутал. Тут нет камней. Или это планета не та? Бля, короче, если вам не нравится Старфилд, вы говноеды кончены. Пошли нахер. Десять из десяти. Все. Ну, трэш. Про пустые планеты и так далее я слышал. Про то, что они, блин, практически бесполезны. Я, кстати, до выхода Старфилда говорил о многих вещах, которые я боялся бы там увидеть. Это была одна из проблем. Пустые планеты. Но то, что там есть пару ивент-поинтов, до которых надо просто... И транспорта, я так понимаю, нет. И, ну, чего-нибудь такого, типа, какой-нибудь байка такого, знаете, звездного. Там, сел из корабля на него выехал и... Ну, хоть как-то там ускорился.